И к другим темам. Строительство Красноярского крематория снова под вопросом. Прокуратура нашла нарушение в конкурсе на выбор проекта, а также внесла представление первому заместителю главы города об устранении земельных нарушений. Напомню, конкурс выиграла компания «Красноярский крематорий», известного в похоронном бизнесе предпринимателя Вадима Абдулина. 15 депутатов Гурсовета направили запрос в Уфас и городскую прокуратуру с жалобами, что победитель был заранее предопределен. Ведь из всех участников только у Абдулина была варень земля на территории БДЛК, где как раз и решено возводить крематорий. Но, во-первых, судя по ответу прокуратуры, там как раз нельзя строить по санитарным и экологическим нормам. Во-вторых, компания «Красноярский крематорий» получила от мэрии землю в 18 раз больше, чем необходимо для строительства крематория. Прокуратура отправила эту информацию для проверки в Уфас. А у депутатов есть догадки о мотивах победителя конкурса. Тот монополист, кто владеет компанией «Красноярский крематорий», собственно говоря, занялся этим вопросом только для того, чтобы возглавить этот процесс, затянуть его на самом деле как можно дольше и не вкладываться ни в какие строительства крематориев, а также по-прежнему заставлять людей за дикие несусветные деньги проводить похороны своих близких. Прокомментировали решения прокуратуры и представители «Красноярского крематория». По их мнению, действия и жалобы депутатов напоминают дешевый пиар на злободневной для горожан теме. Также фирма Абдулина заявляет, что у них действительно пока нет разрешения на строительство, потому что необходимая документация только готовится, а значит и запрета быть не может. В мэрии тем временем защищают проведенный ими конкурс и объясняют законность выделения земли решениями прошлых лет. Напомню процедуры 2013 года, когда первый раз в городе заявлялись о крематории, заявлялись на городском совете. И тогда депутаты городского совета и жители города Красноярска обратили внимание, что крематорий может быть размещен только на территории кладбища Бодолык. Это основное требование было депутатов на тот момент и основное требование жителей. Редактор субтитров А.Семкин